В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Один человек получил травмы в ДТП на улице Воровского. Там столкнулись Лада Гранта и Киа Спарт-Эйдж. Подробности этого и других происшествий в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. ДТП произошло 10 января в 16.40 у дома 66 по улице Воровского. 61-летний пенсионер на Гранте врезался в кроссовер. На регулируемом перекрестке, по предварительным данным, водитель автомобиля Лада при повороте налево не предоставил преимущества встречному автомобилю Киа Спарт-Эйдж и совершил с ним столкновение. В этой аварии пострадала 56-летняя женщина-пассажир Лады Гранта. Медики оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась. Неудачно закупился пивом. Пьяный бывший сотрудник полиции на хлебозаводском проезде. Мужчину с бутылками в руках заметили сотрудники Росгвардии. Вскоре он устроил длительную погоню и ДТП. Далее он попытался убежать, но его задержали. Сейчас водителю угрозит штраф, лишение прав и траты на ремонт своего авто. Пожалуй, самый смешной и милый способ дать взятку полицейскому – это показать волшебный кошелек. Так поступил пьяный водитель грузовика на улице Воровского. Его поймали сразу после того, как он в невменяемом состоянии выехал с автомойки. Паспорт. Что нужно? Паспорт. Что написано-то? Кем выдан? Кем? Кем выдан паспорт? Вот. Давайте. Давайте что-то. 50 рублей. 50 рублей. Хорошо, деньги различаете. Что? Что нужно? Паспорт. Ну, давайте говорите. Паспорт гражданина России в какие-то разы. Говорите. Водительское удостоверение может быть. Что говорите? Говорите, что? Мне туда надо говорить? Что нужно? Паспорт. Вы меня не слышите? Русскую речь понимаете? Да. Что я сейчас вас спросил? Говорите. Туда говорите? Да. Давайте вы туда говорите. Говорите. Что нужно? А что, у вас желание исполняет? Очень конструктивный разговор у нас с вами получился. Спасибо за паспорт. Потражную информацию. По словам водителя грузовика, ранее его лишали прав, но это его не отучило кататься под шафы. Сейчас Юрия ждет очередное наказание.